Я специально взял неоригинальный Привет YouTube! Меня зовут Кирилл, её зовут Ужаско и вы на канале Несказки Ужаски. Сегодня будет серия про самый дешевый лифт из возможного, лифт подвески. Машина за четыре с половиной года просела, зад сильно просел, чиркает. Перед тоже подбойником частенько получает. Вообще в планах на это лето была пневмоподвеска, хотя бы на заднюю ось. Но пришел коронавирус, работа ушла и планы о пневмоподвеске тоже ушли. Поэтому максимально дешевый лифт. Поехали. С этого ракурса может показаться, что с машиной все нормально, что никуда она не просевшая. Но это на самом деле не так. Просто она так удачно встала. Колеса у меня 32. Это китайские комфорсеры 3000. Они маломерят чуть-чуть, они чуть меньше, чем 32. Все-таки на самом деле. А зимние колеса у меня побольше. Размер сейчас я не помню, я вставлю картинку. Они чуть-чуть повыше. И на тех колесах чиркает довольно сильно. Сейчас посмотрим суть проблемы. Итак, что у нас здесь? Здесь вот такой небольшой чирк. Казалось бы, ничего страшного. Но смотрим с другой стороны. А с другой стороны, вот оно как дело. Протерло весь подкрылок. Даже там металл потерло. Это вот то, что торчит, это я мавилю просто брызну. Потом все это буду исправлять. Вот здесь задевает видный след. Это то, что касается задней оси. И уже прилетает на отбойник. Сейчас это будет не видно, наверное. Но потом, когда буду разбирать, покажу. Там характерный след. Спереди тоже следы касания. Постоянно. Но спереди так не ощущается. Сзади часто прям до жесткого удара пробивает. Я не говорю про какой-то жесткий оффроуд. Я поговорю про грунтовку обычную. Ну, тут плохо видно, но явно след касания. С той стороны то же самое. Когда мы ехали сюда за город, я пытался снять, как происходит пробой, как чиркает колесо. Но, как всегда, это бывает. Накануне прошел грейдер. Ровно за день до того, по дороге можно было пилить. 80 вообще не напрягаясь. Никаких пробоев, ничего. Снять не получилось. Хотел записать, как пробивает подвеску. Вот при колхозе локшн-камеру, которая там висит. Все снимает. Так нет же. Именно вчера прошел грейдер. И та дорога, на которой постоянно были пробои, стала идеальной. В 80 спокойно можно идти. Даже контента не получится. Семья, как вы там? Как трясет, не трясет? Не трясет. Запомните эти ощущения. Поставим пружину, наверное, вы будете жаловаться. Ну, по крайней мере, в интернетах так все пишут. Здесь я чуть-чуть попрыгал по кочкам, по буйракам. Какую-то большую канаву для того, чтобы показать, как чиркать диагоналки я тут не нашел. Машина пустая, это надо народ грузить. Вещи, мне лень. Поэтому, поверьте мне, чирка очень сильная и пробивала. Так что сзади зубами щелкали. Итак, нам понадобится. Итак, что по ценникам? Прокладки под задние пружины для классики. Рублей 350 или 300. Пружины Nexia. Я брал специальные оригиналы, я взял китайские. Надеюсь на то, что если машина будет сильно козлить и подпрыгивать, то они быстренько сядут и все будет нормально. Прокладки под эти пружины, две штуки. Пружины вышли по 692 рубля штучка. И проставки по 132. Все вместе получилось меньше 2000 рублей все это дело. Еще понадобятся более длинные болты на отбойнике. В моем случае это болт стойки передней подвески 2110 нижней Lada. Тоже какие-то копейки по 37 рублей. Еще иногда покупают шайбочки такого характера. Но у меня автодок подколол, привез только одно, а не две. Но я знаю, что люди стоят и без них, это нормально только на это. В совокупности все эти вещи должны дать где-то около 3 сантиметров. Эти 3, ну 3-4 там, как получится. Как видите, в багажнике у меня достаточно много всякого барахла. Большой тяжелый органайзер. Там стоит большой газовый баллон на 105, по-моему, литров. Здесь инструмент. Там еще какое-то барахло. То есть тут веса килограмм, наверное, так 150, как бы не 200. Это он еще пустой. Еще загружаем сюда, садится собака-лабрадор 50 килограмм. Тоже вес хороший назад. И поэтому загрузка у меня всегда, как правило, большая. Пустой, я очень редко катаюсь. Машину постараюсь не трогать с места. Сейчас померяю высоту до начала всех этих мероприятий. Мерить буду снизу колпака. Не даю худоарки. Здесь 54,5. А тут... Тут 57. Даже так видно, что она выше с перьей пока еще. С той стороны Америки хочу. В принципе, по этой стране будет все понятно. Помоешь ты, ладно? Китайская гололомка. Готово встать. Ай, не снял момент. Загрузить обратно? Здесь подбойничаем. На 17, наверху на 19. Пошел. Потому что увеличиться на такое расстояние, нужно было поболее тот самый. Короче, все артикулы будут в описании. Это шайбочка, которая якобы нужна. Ну, кому не нужна, у кого не нужна, пишут. Который автодок мне одну прислал, но из двух. Он пришел к воду, что она тут со свистом пролетает. Ну да, но вон тут расстояние-то какое. Поэтому она здесь, ничего, она здесь вообще-то абсолютно не делает. ВДшку давай. Это надо-то сантиметр. ВДшку давай. Без ВДшки вообще сейчас никак. Будьте любезны. А? ВООК, на. ВДшку придавай. Молодец, красавчик. Площадку на фоне иногда надо смазать. Так. Типа все, запилил что-то? Ну, мне бы... Мне бы? Это как его там, выключатель мне бы. Молоток, говорит, дай. Дергай. Я не помню, где мой молоток. Палец, пащи, пащи, сука. Такой улазик, такой молоток. Легким движением руки. Так вот, хоп. Ой, какой горбор. Наживелся? Наживелся. Ну, все. Ну, вот, наверное, так. Допустим, это отбойник, да? Вот мы сейчас с тобой так вот его ставим. Здесь получается такое вот расстояние, то есть здесь пухта, да? В центре отбойника варена втулка. Я сейчас, получается, снизу, за шайбу, эту втулку втягиваю сюда. Понял? Да, поэтому шайба нужна. Ну, вот эта шайба, она бы лежала здесь, от нее толка никакого. Сюда по-хорошему нужно класть широкую шайбу, вот сюда вот, широкую шайбу. А на нее сверху какую-то проставку, втулку, либо гайку большую, чтобы она не продавливала. Вот чего. То есть та шайба сама по себе, она никакой роли не сыграет. Ну, широкая была бы, да, наверное, сыграла бы. Если бы широкая, закрывающая, плоская, нет, не сыграла бы. Но ты бы, опять же, втулку бы притягивал к этой шайбе, то есть к этой плоскости. То есть было бы все то же самое. То есть нужно ставить проставку вот именно сюда. То есть класть там шайбу, потом на нее гайку, чтобы эта гайка выбирала вот этот вот зазор. Посмотрим, ездит же как-то ничего. Ну, то есть никто про это ничего не говорил, да, противника? Кто делает так? Кто вообще не делает? Просто на штатные болты вот та же, как мы сейчас зафигачивали все. Я не слышал проблем. Я сейчас просто тянуки, ну, тянуки, ну, тянуки. Но я понимаю, что просто я сейчас эту втулку притягиваю к этому кроме, вот это вот расстояние. То есть я боюсь, что вполне возможно, когда-нибудь эта втулка может оттуда выскочить в приваренной резине. Она просто вывалится и все, и отбойник у тебя вообще будет там просто болтаться, как говно. Вот в чем может случиться. Так, ну что, блин, что так это? Ну вот, вот оно, в принципе, стоит. Да ну вот лично мне не очень нравится то, что отбойник стал раком. Вот мне не нравится вот это вот. В целом оно вроде как... Удобно здесь все. Так, вот на площадке, получается, стоит площадка. Ай-яй-яй. А вот это вот... Ой-ой. Там, получается, если отсюда попробовать снять... Ну, не, не, особо не видно так. Ну, вот так вот видно, что он кривенько стоит бочком как-то. Сверлится потом с пола. А мы сейчас посмотрим, может, оно, видимо, правда не нужно будет. Потому что, в принципе, там пружина вообще никуда не денется. Абсолютно никуда. Надо. С учетом того, что сейчас колесо у тебя вывешено. Оно же вывешено. Ну, оно почти вывешено. Наш день тряси очко. Эй-яй. Оно вывешено. Соответственно, то есть даже в вывешенном состоянии тебя сейчас получается площадка прижата. Никуда она денется. Никуда она вообще не денется. Потом опять по этим кочкам надо будет проколбаситься. камеру повесить. То, что мы не увидим так, увидим в процессе. Угу. Крап, наверх поехали. Слушай, у меня вот в прицепе так же. Очень удобно, кстати. Ну и что? Мегалифт. Ну, да. Мегалифт. Я не помню, сколько было, когда я замерял. 44,5 штаба. Рулетка-то здесь? На экранчике появятся циферки. Рулетка в багажнике. Вот отсюда прям лопа. Остало 59. Однако. Ну, вид имеет. Вид имеет. Ну, получше, наверное, стало. Все-таки чем было. Был тащий ужас. Я все понял. Короче, если поставить, можно выставить прямо отбойник, но при этом пружина встанет неровно. То есть, она вот этим вот окончательным витком она будет не посередине пятки вот этой упорной, а будет сбоку. Вот сейчас у меня здесь там прямо вот четко посередине. Поэтому так отбойник встает. Если сделать ее так, чтобы встал ровный отбойник, то пружина будет не посередке. А это не есть гуд. Ну, это опять же, пружина у меня не оригинальная, еще раз повторюсь. Это самый дешмазкий, который есть аналог. Поставил пока задние пружины. Спереди за рулем не особо не ощущается, что стало жестче как-то. Больших бой раков нет. Такая дорожка. Ну, на мелких почках стало пожестче. Профиль почетче отрабатывает как-то. С вылечением скорости этот эффект пропадает. Представляем, истрой такая же. Сейчас попробую в яму влететь на больший способ. Не, по почкам нормально. Дороги потом посмотрим. Подружка. Четыре человека. Пять. Вместе у нас на получится пять. Дай, по весу. У нас олиган очень тяжелые. А вы поехали маленько. Вот и проверим. Дорогой подлетающих людей. И это, блин, так это ж... Ты что там? Да, да. Так, конечно, мне быстрее будет телефон болтаться больше. Ой, е-мое. Хуже ли лучше, чем было? Или так же? Пока непонятно. Пока непонятно. На трассе понятно. Контроли, я опять кредер прошел, почти на передпроект. А тут сейчас, думаю, так ху-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А сейчас нет. Несмотря на браке, потому что тут можно за поворотом Леоней нестись. Такой же летчик, как этот. Тут раз Серега говорит, я поворачиваю, и Леоней нестись. Я аж сюда вот. По этому, он ровно стал. Непонятно. Вот в итоге, что получилось. Вы сами видели, мы поленились поставить спереди проставки, потому как, поставив сзади, получили прирост только 4 сантиметров. И здесь перед, как ни странно, тоже поднялся на сантиметр. То есть пока этого достаточно. И помимо этого, я еще возил с порта, там перебирал, приводил в порядок, обслуживаю. Шкварня подтягивал, масло маску менял. А выходные, как вы знаете, они не вечные. Поэтому, а, не успел, б, хочу попробовать пока без проставок. Как оно будет себя вести. То есть получилось пока пружины, как у всех пружины, как у всех пружинок. Нак сильно у вас патриотов. Ощущения у всех от них разные. Вот как с этой стороны, кстати, получилось. Кто от этих пружинок плюется, говорят, что колбасит трясет неемыслимо. Кто говорит, нет, хорошо стало упруго. Кто говорит, управляемость на дороге стала хуже. Кто-то говорит, наоборот, лучше стало стоять машина на дороге. Я покатаюсь недельку, может быть, чуть больше. Сделаю небольшой отчет, как это на моем примере будет выглядеть. Пока что здесь прокатился, опять же, прошел грейдер в очередной раз, выровнял всю дорогу. По полям вот тут поскакал как следует уже в наглую. Насколько я видел, да, артикуляция маленько уменьшилась, отбойник теперь не достает, естественно, пружину не дает. Ну, какого-то прям лютого дискомфорта здесь я не ощутил. Причем я так довольно нагло слетал на все эти буйраки в яму с дороги. Чуть не забыл один немаловажный момент по поводу касания передних отбойников там по пружинам. Ну, след отпечатка. Походил, погуглил, посмотрел, у Олега вот на стоковой машине. Они у всех там касаются и походу делают нормально совершенно. Так что этого бояться, наверное, не стоит. Вот такой вот получился видос. Хотел сделать одно. Получается, сделал половину этого одного. То есть, как у всех, эти пружины в задний мост. Ну, ничего, поездим, посмотрим, расскажу. Вот так всегда. На самом интересном месте. Несется уазик краса русских дорог. Нет места такого, где бы он проехать не смог. Иди мой уазик, мы с тобой вдвоем пелену ночи разрежем адским огнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова